МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы 2020. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Николай Силков. Мы начинаем. Первые лица Бобруйска сделали свой выбор. Где и как голосовал Александр Студнев? Я за стабильную и процветающую импульсию. На кону будущее страны. Три часа основного голосования позади. Претензий у наблюдателей не было. Кто уже сделал свой выбор? Досрочное голосование подошло к концу. Сколько белорусов приняли участие в электоральной кампании заранее? Чувствую какой-то долг, наверное, который должна выполнить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День выборов. Основной день голосования за кандидатов в президенты наступил. Избирательные участки распахнули свои двери ровно в 8 утра. Наша съемочная группа запечатлела момент опечатывания урн, содержащих сделать свой выбор в первые часы голосования и руководство города. Подробности далее. Александр Студнев пришел проголосовать около 9 утра. Председатель госполкома закреплен за 16-м участком, который оборудовали на базе 6-й школы. Сперва мэр подошел к членам комиссии, показал паспорт, чтобы сверить данные. Затем расписался в специальном бланке и получил на руки бюллетень. Александр Студнев отправился в кабинку для голосования. Выбор сделал за несколько секунд. За страну, вместе с которой я начал свой трудовой путь. За страну, которая дала мне возможность реализоваться как личности, как руководителя. За страну, которая дает возможность реализоваться. Я за стабильную и процветающую императору. Председатель госполкома признался, настроение праздничное. Особую атмосферу на участках создают вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы. Артисты выступают по всему городу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси основной день голосования. Страна выбирает главу государства. Избирательные участки сегодня работают с 8 утра. Мария Бересневич побывала на одном из них. На календаре 9 августа на часах 7.50. Избирательные комиссии уже готовы принять первых голосующих. Еще до открытия участков проходит процедура опечатывания основного ящика для голосования. Также пломбируют урны, которые члены комиссии повезут избирателям для голосования на дому. Урна первая. Убеждаемся. Целостность пустая. За процедурой следят наблюдатели. На этом участке в составе лица делегированные общественными организациями и партиями. Всего 5 человек. Процесс снимает и наша съемочная группа. Процедура прошла открыто. Претензий на предателей не было. Также осуществилась обработка урн. На видное обозримое место установлена урна досрочного голосования. А также рядом с ней те две урны для голосования на дому установлены на видном месте обозримом для всех избирателей и наблюдателей. На 35-м участке с утра многолюдно. В списках избирателей сразу 2220 человек. Сделать свой выбор отмечают горожане долг каждого. Моя политическая позиция я должен был проявить. Поэтому я обязан это сделать. Высказать свое мнение. Это только так. Все члены избирательной комиссии, а их 12, в масках, защитных щитках и перчатках. Каждый прошел так называемый утренний фильтр. Им измерили температуру, проверили самочувствие. На столах стоят антисептики. О безопасности думают и сами избиратели. Большинство в масках. Голосование тем временем продолжается. Сделать свой выбор можно до 8 вечера. После начнется подсчет голосов. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Досрочное голосование позади. Центр избирком подвел итоги по стране за 5 дней. Свой голос заранее активно отдавали и бобручане. В числе тех, кому не все равно. Простые жители, депутаты палаты представителей и звезды белорусской эстрады. Максим Кембель пообщался с теми, для кого электоральная кампания 2020 стала первой. В стране завершилось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Причины на то, чтобы исполнить гражданский долг раньше 9 августа, были самые разные. Пенсионеры в основном уверяли, что на выходных планируют поехать на дачу поработать в огороде. Хотим еще лучше, хотим жить мирно, ходить, чтобы не бояться ничего, как в других странах. Чтобы дети наши жили нормально, чтобы пенсии нам достойные давали. Это все делается для народа, для нашего удовольствия. Что-то они хотят делать хорошее, все такое, чтобы нам жилось хорошо. А тем более мы старые люди, мы этим очень довольны. Одна из самых главных задач на выборах – безопасность, прежде всего, здоровья. При входе на избирательный участок каждый избиратель может воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Для них приготовлены маски в индивидуальной упаковке, перчатки и антисептики. К кабинке Биштор еще одно нововведение. Чем меньше прикосновений к предметам, тем надежнее. Все поверхности на избирательных участках регулярно дезинфицируют. Не забыли на участке и про людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих – увеличительное стекло и трафарет. И галочку можно ставить без проблем. Среди тех, кто решил отдать свой голос заранее, ибо бручани, чьи имена известны далеко за пределами страны, Руслан Олехно признается. Проголосовать решил сразу, как появилось свободное место в плотном графике. Важность выбора и ответственность за будущее страны – главные движущие силы, резюмирует певец. Это обязанность каждого человека, обязанность гражданина. Потому что сегодня, как никогда, мы должны голосовать, именно я за сильную, процветающую, суверенную Беларусь, за стабильность в этой стране. Потому что мы должны ее приумножить. Это самое главное. Были среди голосовавших и те, кто впервые принимает участие в электоральной кампании. Алина Лавринович решила досрочно отдать свой голос, потому что рабочий график не позволяет сделать это в основной день. Сладкий подарок и календарь, чтобы девушка запомнила момент на всю жизнь. Чувствую какой-то долг, наверное, который должна выполнить. Не сидеть просто дома и смотреть. На участки приходили люди самых разных возрастов, некоторые с детьми. Мы за будущее нашей страны, мы должны это сделать, это наш долг. Чтобы у нас было отличное будущее. Члены комиссии консультировали голосующих по всем вопросам. По словам наблюдателей, обстановка на участках была спокойная. Выборы проходят спокойно, никаких вопросов нет, все решается по мере поступления. На наш участок приходят избиратели каждый день. И довольно-таки все доброжелательные, никаких эксцессов у меня на избирательном участке не было. За пять дней до срочного голосования свой гражданский долг исполнили почти 42% белорусов. Такие данные приводят цикл. В Могилевской области в электоральной кампании уже поучаствовали почти 50% избирателей. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Это все из событий к этой минуте. Корреспонденты Бобруськ, 360, следят за выборами 20-20 в режиме онлайн. До встречи в 15 часов. Субтитры сделал DimaTorzok